Все люди разные, и у каждого свое представление об устройстве мира и о жизни. Чтобы найти единомышленников, мы вступаем в процесс обмена мнениями. В социальной и психологической точке зрения этот процесс полезен. Он помогает удовлетворить потребности в общении, сформировать собственное видение и лучше узнать себя. Но часто столкновения мнений приводят к спору. Разговор выходит за пределы конструктивности, а эмоции гнева и раздражения мешают логически мыслить и обосновать свою точку зрения. В момент обострения спора собеседники соревнуются между собой. Они стремятся не прийти к взаимопониманию, а отстоять свое мнение. Иллюзия, что из спора можно выйти победителем, обостряет конфликт. И часто спор заходит в тупик. В интервью Юрия Дудя с Оскаром Кучера мы наблюдаем столкновение двух точек зрения. Настоящий конфликт мнений. Существуют конфликты, которые практически нельзя никак разрешить, если оба собеседника яро убеждены в сформированной позиции. Это конфликты политические, ценностные и религиозные. В интервью мы имеем дело с первым. Однако давайте не будем анализировать предлагаемые позиции участников диалога. Думаю, этим есть кому заняться, кроме меня. Мы рассмотрим сам процесс коммуникации и посмотрим, какие коммуникативные приемы используют участники беседы, чтобы убедить друг друга. Где им удается достигнуть своих целей? А где они терпят неудачи? Какую они применяют аргументацию? И убедительна ли она? И самое главное, насколько успешно участники диалога доносят информацию? Жизненные споры и конфликты могут выходить из-под контроля и негативно отражаться на взаимоотношениях с близкими людьми. В таких ситуациях тяжело трезво анализировать ситуацию, и эмоции приходится сдерживать. И думаю, мне не нужно говорить и рассказывать, как это в целом отражается на нашем состоянии. Сложные эмоциональные моменты, да и другие ситуации, которые вас тревожат и беспокоят, лучше прорабатывать со специалистами. Я уже неоднократно рассказывал в своих видео про своих партнеров сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Там можно быстро подобрать проверенного психолога. И сегодня я хочу показать, как это выглядит. После того, как я перехожу по ссылке, которую оставлю в описании, я прохожу регистрацию, ввожу имя или псевдоним. Далее в анкете мне необходимо отметить пункты, которые меня беспокоят и которые я хотел бы проработать. Ну, например, иногда бывает такое, что я чувствую упадок сил, перепады настроения и проблемы со сном. Это меня, бывает, беспокоит и отражается и на качестве работы, и отношениях с окружающими. Вы можете выбирать пункты, которые тревожат именно вас. Далее мне предлагают выбрать специалиста, который может помочь по этим темам. Выбор психолога – дело непростое, и кажется, что не с каждым хочется обсуждать свои личные проблемы. Но мне в этом помогает дополнительное описание в анкете, профессиональные регалии и фото специалиста. Далее, после того, как я предъявился с выбором, я выбираю время сессии. Вот это время мне подходит. Вот, собственно, и все. Теперь я жду начала сессии. Терапию на Ясно можно проходить не только через сайты, но и через их приложения, которые доступны на iOS и Android. Интерфейс стал намного удобнее, начать терапию можно еще быстрее. Для тех, кто впервые регистрируется на сервисе, Ясно дарит 20% скидку на консультацию по ссылке, которая находится у меня в описании под роликом. Переходите по ней и вводите промокод MENTAL. Начало – важный момент интервью, во время которого у нас складываются впечатления об оппонентах. Дудь сразу же своим поведением заявляет, что на протяжении интервью он будет говорить на языке фактов, цифр, статистики. Вот и вот цифры, которые это подтвердят. Он также стремится использовать прямые цитаты, чтобы гость не мог сослаться на то, что его слова переиначили или вырвали из контекста. Ты рассказывал, я в сентябре 2021 года уже знал, что будет, что случится то, что случилось. Да, это удивительная вещь. Кто тебе это сказал? Жена моя, она мне показала... Вообще, я тебе скажу так, только не 21-го, 20-го. Это неправильная информация. Это 20-го? Нет, отнимается так. Или я ошибся сам тогда. Возможно. Про это ты говорил на интервью в Израиле. Я не говорил, что я знаю. Я не знаю, как это вписалось в разговор. В сентябре месяце я знал о том, что будет. А, это другое. Мне сказали уже в сентябре, что... Нет сомнений в том, что Дудь, как журналист, тщательно готовится к каждому интервью. И интервью с Кучерой не исключение. Дудь не только продумал вопросы, но и, вероятно, выстроил их в определенной последовательности таким образом, чтобы из ответов складывалась история героя. Так он поступал и с другими гостями, например, в интервью с Александром Гордоном, ролик о котором уже есть на канале. Юрий Дудь хотел рассказать историю человека, который в начале своей карьеры выпускал передачи, основанные на его собственных идеях, а потом стал работать по заказу. Так же, как и в интервью с Кучерой, цель интерьера — выявить противоречия в словах и поведении гостя. Сначала ведущий спрашивает Гордона о начале его карьеры на ТВ. Вы сказали посмотреть или пересмотреть программу «Хмурое утро». Почему? Затем переходит к конфронтации и просит гостя объяснить, почему он позволял себе резкие высказывания в эфире телепередач и несет ли он за них личную ответственность. Приходилось ли вам за то время, что вы работаете на Первом канале, транслировать не свою точку зрения? И только в конце задают вопрос о том, что для гостя важнее, ставив его в позицию выбора, где один вариант исключает другой. Деньги или честь? Чтобы иметь возможность задавать провокационные и цепляющие вопросы, Дудь вместе со своими редакторами ознакомился с карьерой и биографией Оскара Кучера. А также посмотрел с ним большое количество интервью и изучил его телеграм-канал, в котором тот высказывался на политические темы. Кучера в начале интервью и на всем его протяжении демонстрирует, что говорит на языке эмоций. Ему кажется, что если он будет пусть и не до конца последовательным, но искренним, зритель ему поверит. Я смотрю, меня захватывает, я делюсь. Он не боится признаться, что в некоторых вопросах не знают всех деталей. Я сейчас, правда, анализирую. Я сейчас пытаюсь защищать тебя перед кем-то, да, или наоборот, выставлять себя более умным. Я реально интересуюсь. Вероятно, подготовка гостя к интервью была менее объемной, чем у интервьюера. Дудь вряд ли планировал делиться со своим гостем списком вопросов. Как вообще происходит коммуникация студену? Он сам выходит на связь и присылает видеоролик, подтверждающий, что это не какие-нибудь там франкеры, а это он. Во-вторых, он сразу оговаривает, что списка вопросов не будет и никакого участия в монтаже программы гость не принимает. Это делает только он сам. По словам Оскара Кучерры, складывается впечатление, что он изначально не рассчитывал на то, что во время беседы тема политики будет рассматриваться настолько подробно. Это подтверждает видео, которое было опубликовано через несколько дней после выхода интервью на канале у Юрия. Оскар Кучерры дал интервью той самой Кате из Италии, блогеру Екатерине Коваленко. Кучерры признался, что до интервью Дудь предлагал обсудить его карьеру на телевидении и сериал «Солдат». Я не знаю просто, как там Юра что порезал. Потому что меня... Вы знаете, когда вас приглашают поговорить о музыкальной сериале «Солдат» и о нулевых, и музыке, возникает то, что возникло, вы понимаете, да. К тому же в начале интервью гость и сам признает свою слабую позицию в возможном противостоянии. Если ты меня пригласил сюда только ради того, чтобы узнать мое политическое мнение, ну, не знаю, у нас будет очень короткий разговор. Позиция интервьюера противоположна позиции гостя. Для Юрия обсуждаемая тема стоит особо остро. Не зря последний год со своими гостями он обсуждает именно ее. Тема затрагивает Дудя не только с гражданской, но и с эмоциональной точки зрения. При этом гости в большинстве случаев поддерживают его позицию. Поэтому к ним Юрий относится благословно. Сравнивая предыдущее интервью и интервью с Оскаром Кучерой, можно увидеть, что настрой отношения Дудя к позиции гостя отличается. С другими гостями интерьер не настолько резок. Виден его искренний интерес не только к позиции гостей, но и к тому, как изменилась их жизнь. На протяжении твоей карьеры твоя фамилия тебе помогала или мешала? Что ты ответишь тем, кто скажет? А это справедливая логика. Они платят деньги и поэтому имеют право диктовать условия. Эта ситуация напоминает тенденцию предвзятость подтверждения. Суть этой тенденции заключается в том, что люди склонны воспринимать информацию, которая подтверждает их суждение, но игнорировать противоположную. С гостями, которые поддерживают его точку зрения, Дудь ведет комплементарный диалог. Сейчас впервые за почти год мы видим гостя, который с ведущим не согласен. И в этом случае комплементарность со стороны интерьера отсутствует. Напротив, он стремится найти неточности в словах гостя. И хоть в интервью с Оскаром Кучерой Юрий проявляет не меньше интерес к гостю, можно наблюдать его реакцию раздражения. И поэтому на фоне других интервью здесь тактика ведения диалога Дудя выглядит более агрессивной. К тому же проявляется его желание задать конфликтную повестку еще до просмотра видео. Этого он добился с помощью заголовка, который отличается от его типичной манеры называть видео. Обычно в интервью Дудя в заголовке можно видеть имя гостя и наиболее интересные затронутые темы. Интервью с Оскаром Кучерой – исключение. На первом этапе интервью цель Юрия – расспросить гостя о его прошлой, а также в преддверии разговора на политическую тему узнать, из каких источников Оскар Кучера черпает информацию, которую, в частности, распространяет у себя в Телеграме. Довольно долго Кучера рассказывает несколько историй о том, каким источникам он доверяет и почему. Какой-то девочке из Италии, Катя, по-моему, ее зовут. Я, к сожалению, не могу вспомнить. Она известная достаточно как блогер. Смысл этих историй можно обобщить следующим образом. Из источника Оскару становилось известно, что в ближайшее время может произойти какое-то маловероятное событие, например, пандемия. И она мне принесла и говорит, смотри, вот это будет ковид-паспорта в апреле 2020 года. Оскар к этой истории относился скептически. И она мне показывала периодически. Я крутил у виска и говорил, Юль, ну, жена моя. Я говорю, хорошо, вот это что ты смотришь? Но затем история сбывалась. И после этого он начинал полностью доверять этому источнику. Ковид-паспорта. Представить это было невозможно, если ты помнишь в апреле 2020 года, что ты сможешь летать только если ты уколешься. В этой истории имеет место когнитивное искажение, которое называется обобщение частных случаев. Суть этого искажения заключается в том, что человек делает глобальные выводы не на основе общей картины, а на основе частного случая. В данной истории Оскар Кучера, поверив одной истории от блогера Екатерины Коваленко, стал доверять всем ее словам, не принимая во внимание тот факт, что вполне возможно какие-то из ее предсказаний не сбылись. Еще раз. Ты так уверенно говорил, что ты знаешь на основании мнения девочки-блогера из Италии? Вероятно, вот насколько я сейчас понимаю, я уже не гнушаюсь никаких теорий. Дудю удается выполнить поставленную цель до начала интервью. Он дает гостю возможность рассказать о себе и о своем прошлом, информацию, которую он применит позже, и сравнивает свои источники информации с источниками гостя. Это дает ему понимание того, что будет происходить на втором этапе их беседы, во время коммуникативного поединка. Цель Юрия Дудя во второй части интервью подсветить позицию гостя, выявить в ней противоречия. И если они имеются, попросить гостя обосновать эти противоречия с точки зрения аргументации. Давайте попробуем обратить внимание на эти моменты и проследить, как ведущий постепенно загоняет своего собеседника в угол, расставляя на его пути ловушки. Непреднамеренная тактика интерьера заключается в специфической постановке вопросов, а также в их последовательности. Дудь создает цепь из нескольких вопросов, где каждый следующий становится логическим продолжением предыдущего. Эта тактика направлена на выявление несостыковок и противоречий. Если логика ответов сохраняется на протяжении всей цепочки, то противоречий нет. Если же элементы выбиваются из последовательности, это сигнализирует о наличии несостыковок в позиции. Интерьер идет от общего к частному, показывая противоречия в убеждении гостя. Неизвестно, намеренно или непреднамеренно, но он использует этот прием несколько раз. Разберем одну из подобных ситуаций. Развивать цепочку Дудь начинает с вопроса о морали, в котором содержится прямая цитата гостя. Твое цитата. Мир снюхался и спился до состояния отсутствия морали. А когда мораль перестает существовать в обществе, общество начинает исчезать. Из цитаты гости следует, что он считает, что сегодня морали становится меньше, а это может представлять угрозу для общества. Дудь продолжает цепочку. Объясни, почему программа «Звезды сошлись», где ты работал три года, и где экспертами выступали люди типа Дианы Шуругиной, это не отсутствие морали. Юрий намекает, что участием в передаче «Звезды сошлись» Кучера поддерживает моральное разложение общества. Таким образом, интерьер выявляет противоречие в позиции гостя уже на втором звене цепочки. При этом Кучера противоречие подтверждает. Это отсутствие морали абсолютное. Гость объясняет, что именно он имеет в виду под потерей морали. У нас у детей нет мотивации учиться. Но цепочка вопросов Дудя на этом не заканчивается. Он возвращает гостя к вопросу о передаче. Ты три года там проработал. Три года я там проработал. Ты говорил, когда ушел, что ты терпел. Да. Типа через силу. Можно терпеть месяц. Можно терпеть год. Но три года – это уже не очень похоже на… Кучера признается, что терпел работу на ТВ ради финансового состояния. На этом этапе цепь вопросов, которую выстроил Дудь, начинает работать без его участия. Гость сам говорит слова, которые противоречат его позиции. Кучера утверждает, что когда проходил кастинг, у него сложилось благоприятное впечатление о передаче. Я говорю, Лерка, это не желтуха будет? Она говорит, нет, нет, НТВ сейчас меняется там. Но затем его ожидания не оправдались. Моя первая передача – Филипп Киркоров убил человека. При этом, когда Кучера понял, что работа на передаче будет не такой, какой он себе представлял, он все равно по каким-то причинам решил остаться. То есть, по его же словам, поддерживать отсутствие морали. Выходит, что в этой цепочке вопросов сначала интерьер выявляет противоречие сам, а затем противоречит себе гостю. В стремлении выявить противоречие позиции гостя Юрий Дудь мастерски подстраивается под ситуацию и иногда позволяет себе идти не по запланированному сценарию. Но и на этом поиск противоречия не заканчивается. Юрий часто пытается расшатать эмоциональное состояние гостя, подорвать его уверенность себе. Это он делает через сомнения. Ты не сомневаешься, что все так и было? А зачем врать? Встречный вопрос, который гость задает ведущему, иллюстрирует социальный феномен, который получил название «Вера в справедливый мир». Согласно автору этого феномена, многим людям хочется верить в то, что мир априори справедлив. И каждый получает то, что заслуживает. Аргумент гостя заключается в том, что люди, которые рассказали ему историю, скорее всего, не будут лгать, так как лгать в целом неправильно и несправедливо. Это является когнитивным искажением. Эмоциональное равновесие гостя расшатывает и то, что интерьер часто намекает ему на предсказуемость его суждений, тем самым обезоруживая его. Ты сейчас расскажешь историю про то, как ты ходил в магазин, и продавщицы тебе шептали, и все остальное. А ты считаешь, что это неправда? Скажи, а вот специально выучить не бывает. Ты хочешь сказать, что ракеты НАТО были бы там? А ты хочешь сказать нет? Часто в жизни люди вступают в спор, чтобы подтвердить себе свою правоту. Это дает ощущение спокойствия, пусть даже и мнимого. Человек может заблуждаться, но считать себя правым. Если же выбивать у человека почву из-под ног, заставляя сомневаться в своей позиции, это приводит к потере эмоционального равновесия. В результате у человека появляется нежелание переосмыслить свою позицию, а желание защитить ее. Давайте разберем, какими способами Оскара Кучера стремится отстоять свою точку зрения. С цепочки вопросов, которые выстраивает Дудь, подводит гостя к какой-то мысли. Но гостю сложно предсказать, какой именно. Состояние неопределенности заставляет его волноваться, и поэтому он стремится себя защитить. Также для защиты Кучера стремится показать свою непредвзятость и неподкупность. Я ни копейки денег с этого не заработал, вот чтобы ты понимал. У меня не открылись никакие горизонты, у меня не появились новые работы, у меня не появились какие-то связи, меня не пригласили в Кремль. Этими словами он хочет укрепить свою позицию и сказать, что он искренен. Он не пытается никого обмануть и не ищет персональной выгоды, а действительно верит в то, что говорит. Объективность и непредвзятость Кучера также пытается продемонстрировать, когда рассказывает, что следит за большим количеством новостных источников. Я читаю новости. Очень много у меня. Я подписан на огромное количество телеграм-каналов, крупных, маленьких. Кучера стремится показать, что старается глубоко изучать повестку, чтобы быть в курсе разных точек зрения. Однако подтвердить эти слова на протяжении интервью ему не удается. Скорее, показать доскональные знания темы гораздо лучше удается интерьеру, ведь он знает аргументы не только своей стороны, но и противоположной. Ты хочешь сказать, что ракеты НАТО были бы там? А ты хочешь сказать нет? Оскар. Нередко гость старается просто уйти от ответов на неудобные вопросы. Например, когда перекладывает ответственность себя на кого-то другого. Кто-то постарался, вырезал и выставил так, как оно было. Стоит снова признать, что Оскар Кучера просто не был готов к такому разговору. Он чувствует себя в безопасности на вопросах, которые касаются его карьеры. Но в теме политики он на опасной территории. Возможно, именно волнение, а также недостаточная информационная база мешает ему сделать аргументацию более последовательной. А непоследовательность может приводить к логическим ошибкам. Чтобы обоснование тезиса было убедительным, его нужно отточить, сделать безупречным. Если в доказательстве есть какой-то недочет или серьезная ошибка, то доказательство в целом становится неверным. А выводы, которые делаются на основе этого доказательства, некорректными. Основное качество крепкого аргумента — его проверяемость. По ходу интервью можно увидеть довольно большое количество логических ошибок. Однако это далеко не весь список. В моем телеграм-канале «Менталист» я разместил пост о логических ошибках, который поделил на две части. Чтобы не пропустить вторую часть по 100 логических ошибках и лучше разбираться в этой теме, предлагаю подписаться на телеграм-посылки в описании. Интервью показало, что для Дудя очень важно не быть голословным. Почти любые свои слова он может подтвердить информацией из открытых источников. Его преимущество в том, что эти же источники при желании можно проверить кто угодно. Оскар Кучера в большинстве случаев ссылается на истории, которые он якобы слышал от очевидцев. Ты рассказывал, что за это время у тебя была встреча в Одессе с неким Марком, который главный... Как мне его представили? Мне его представили, как этот человек, который... правый сектор. Он сидел. И мы разговаривали. У меня когда-то давно был разговор с одним из наших военачальников. Я знаю людей, так получилось, но через знакомых, которые пошли туда воевать. В его арсенале подобных историй много. Но, к сожалению, проверить их подлинность невозможно. Такая ошибка в аргументации получила название анекдотическое свидетельство. В данном случае под анекдотом понимается не шутка, а короткая история личного характера. Используя анекдотическое свидетельство, человек пытается подтвердить свою точку зрения, ссылаясь на личный опыт. В интервью Оскар Кучера с помощью анекдотических свидетельств пытается сослаться на личные связи. Этими аргументами он как бы пытается сказать оппоненту. Я знаком с людьми, которые там были, а они точно знают правду. Использовать анекдотическое свидетельство как сильный аргумент невыгодно, так как эти свидетельства несистемны. И подтвердить их очень сложно. Чтобы доказать свою точку зрения, Кучера нередко прибегает к использованию метафор и сравнительных ситуаций. Ты живешь в доме, и в соседней квартире у тебя, не твоей, взрослый мужик бьет свою жену. Дудь не соглашается со сравнением, которое приводит гость. Это сравнение некорректно, поскольку в твоей собственной квартире идут избиения жен и буквальные. Он отвечает, что в этом сравнении претензия, которую первая сторона выдвигает второй, присутствует и у первой, а значит, не является оправданной. К тому же, этот аргумент гостя похож на логическую ошибку ложной аналогии. Для создания сравнительной ситуации гости выдвигают на первый план незначительные признаки объектов, а значительные игнорируют. Да, у тебя есть проблемы, но эти проблемы тебе сейчас, вот в данный момент, прям очевидны. С помощью метафор и сравнений можно создать яркий и запоминающийся образ. Но метафоры не являются аргументами. С их помощью можно понятно и дохочево объяснить что-то, но не доказать. Метафоры скорее служат вспомогательным, а не основным элементом аргументации. К тому же, при использовании сравнений важно следить за тем, что признаки, выбранные для сравнения, являются равноправными и важными. Ближе к концу беседы, говоря о слухах про личную жизнь Путина, гость произносит следующую фразу. Ну потому что уже бы все давно рассказали, показали, сняли бы, сфотографировали. Этой фразой Кучера говорит, что не верит слухам, которыми поделился с ним интерьер. Его аргумент заключается в том, что если бы эти слухи были правдой, то об этом бы давно все знали. Такая логическая ошибка называется апелляция к незнанию. Суть этой ошибки заключается в том, что человек делает вывод, что какое-то утверждение является верным, так как обратное не доказано. Иными словами, гость утверждает, что слухи о личной жизни президента являются ложными, потому что никто не доказал их правдивости. Еще одна логическая ошибка, которую совершает гость на интервью, называется приписывание утверждений. Кто тебе сказал, что я стою против своей стороны? Гость приписывает интерьеру суждения, которое, по мнению самого интерьера, из его слов не вытекает. Дудь стремится сразу же развеять эту ошибку. А может быть, и ты сделаешь выводы, когда вспомнишь, как мы с тобой говорили перед началом этого интервью про Красную Поляну? обратил внимание про Красную Поляну. Справедливости ради стоит отметить, что интерьер склонен к совершению логических ошибок, когда стремится отстоять свое мнение перед оппонентом. Например, в его речи можно проследить ошибку под названием отсутствие реакции. То и Китай вправе прийти разбираться в Хабаровск, если там случится беспредел. Юр. Я понял. Твое молчание лучший ответ. Поехали дальше. Суть этой ошибки в том, что человек делает вывод, что он прав, так как оппонент не высказывает возражения в течение какого-то времени, пусть даже короткого. В ходе интервью Дудь имеет весомое преимущество. У него есть возможность переключаться с роли интерьера, который задает вопросы, на роль ведущего, человека, который моделирует процесс беседы. Нередко Кучера интересуется мнением Дудя, задает ему вопрос, но Дудь предпочитает уйти от ответа. Скажи мне, пожалуйста, ты в России когда-нибудь видел шествие нацистов? Оскар, я задал вопрос, и тут хотел бы, чтобы ты ответил. Говоря о логических ошибках в аргументации, вспоминается также интервью исполнителя Юрия Лозы у Алены Блин. Там Лоза старается доказать, что земля плоская. Но в ходе аргументации совершает несколько распространенных логических ошибок. Я 45 лет занимаюсь этой темой. Апелляция к личному авторитету. Исполнитель утверждает, что много лет занимается изучением плоскости земли, а значит является в этой теме экспертом. Он противопоставляет себя людям, которые изучали физику только в школьные годы, поэтому не обладает обширными знаниями. Те люди, которые построили Акрополь, Капитолий, те люди, которые построили Москву и Санкт-Петербург, они верили в плоскую землю. Апелляция к традиции. Согласно этой логической ошибке, люди склонны доверять чему-то, потому что оно известно много лет, а люди, которые жили раньше, не могли ошибаться. В целом, на протяжении интервью аргументация гостя звучит менее убедительно, так как в ней есть недочеты и несостыковки, причиной которых, возможно, является недостаточное наличие информированности или недостаточное время на формирование своей позиции. Аргументация интервьера на этом фоне выглядит еще более выигрышно. На заключительном этапе интервью цель ведущего вернуться к темам, которые были затронуты в начале, но посмотреть на них под другим углом. Последняя длинная цепочка вопросов, которую развивает Дудь, связана с историей про фейковые новости. Но в этой цепочке он затрагивает бомбардировки Югославии и выступления гендиректора компании Pfizer. Ты дважды запостил фейк? Да. Гость признает, что заблуждался и не знал точной цифры статистики касательно бомбардировок. У него даже появляется желание перепроверить данные. Можешь поделиться со мной интернетом? Прости, пожалуйста. Слушай, я обязательно найду, я тебе пришлю, может быть. Если я ошибаюсь, это хорошо. Но когда дело заходит агент-директор Ремпфайзере, ситуация меняется. Кучера утверждает, что готов признать свою ошибку и сообщить аудитории своего телеграм-канала о фейке. И когда вот сейчас мне Юра Дудь рассказал о том, что это фейк, выйду и скажу. А нас немножко обманули. На момент съемки этого ролика в Телеграм-канале Кучера появились следующие сообщения. В конце беседы Дудь снова стремится показать гостю, что источники, из которых он черпает информацию, нельзя называть до конца надежными. Хочет поселить в нем зерно сомнения, заставить пересмотреть то, во что он верит и показать непоследовательность его аргументации. Ты несколько раз пытаешься от этого откреститься, но я тебе каждый раз говорю, Оскар, ты поддерживаешь Путина? Я не пытаюсь откреститься. Это связь прямая. Также в конце Дудь возвращается к разговору о карьере Кучера на телевидении. Ты был тогда такой оторвый, шебутным, веселым и лихим чуваком. Кучера и сам подтверждает, что в работе ему было свойственно проявлять мутарский характер, если его что-то не устраивало. У тебя были яркие прически, очень смелые наряды, и юмор довольно дерзкий. Знаешь как, мне было скучно делать то, что делали все. Если ты бы захотел подготовиться к этому вопросу не с точки зрения, а еще что-то три года работал, а с точки зрения, как я там работал, то ты бы увидел, как я в кадре очень часто делаю так. Я вынимал ухо, когда мне говорили, задай этот вопрос, я им показываю в камеру. Нет, нет, я не буду задавать этот вопрос. Возвращаясь к теме, которая была затронута в начале, интерьер демонстрирует зрителям еще одно противоречие гостя, которое он считает важным. Гость готов бунтовать, когда речь идет о вопросах личного характера. На вопросах гражданской позиции он стремится занять более безопасное положение. В конце долгого и тяжелого противостояния каждый остается при своем мнении. Многие зрители в комментариях отметили, что им было тяжело смотреть интервью целиком. Это может быть связано с тем, что ситуация практически не развивается, а двигается по замкнутому кругу. Интерьер задает вопрос и слушает аргумент гостя, затем предоставляет свой контраргумент, указывающий на противоречие слова героя. Герой стремится защитить свою позицию, а интерьер переходит к следующему вопросу и так несколько раз. Ситуация не получает дальнейшего развития также и потому, что, возможно, гость стал заложником некоторых когнитивных искажений. Среди них искажения, которые я упоминал уже ранее, предвзятость подтверждения. Потому, как строился разговор, видно, что гость отдает предпочтение той информации, которая подтверждает его точку зрения, хоть он и утверждает обратное. Ребят, подскажите, пожалуйста, каким образом я могу сделать так, чтобы я мог видеть все комментарии, а не только избранные? Еще одно искажение, которое можно проследить, эффект стойкости убеждения. При этом искажении человек стремится сохранить свое мнение даже тогда, когда поддерживающие его свидетельства были опровергнуты. Я вот во всем нашем разговоре, очень длинном, неожиданно, я пытался тебе объяснить, что я смотрю на мир не вот так. Вдобавок к этому можно проследить искажение, которое называется эффект первичности. При этом искажении человека дают предпочтение той информации, которую получил первый. Так поступает гость в ситуации с фейками о компании Pfizer. Ты комментируешь это. Вы тоже это слышите? Целью интервьюера было подсветить противоречие несостыковки в его позиции. И ему это удалось. Дудь выбрал противника не по уровню. Он и Кучера явно находятся в разных весовых категориях, в вопросах осведомленности и гражданской позиции. Ни тот, ни другой, ни политик. Но Дудь, как журналист, изучает тему гораздо глубже. Но кажется, что разговор с Кучера был единственным вариантом показать противоположную точку зрения. По словам Юрия Дудя, Кучера единственный, кто с противоположной позиции согласился на интервью, поэтому встретиться с оппонентом с более надежной аргументационной базой и с формированной позицией по своей точке зрения ему, вероятно, поэтому и не удалось. В интервью мы наблюдаем за острым конфликтом мнений. Точки зрения оппонентов поляризованы и для каждого его мнение принципиально, поэтому конфликт не удается разрешить. Наблюдение за этим разговором помогает понять, что важно не только иметь свою точку зрения, но и формировать ее на основе надежных и проверяемых аргументов, чтобы иметь возможность выстроить конструктивный, безэмоциональный диалог с собеседником. Наличие четких аргументов поможет не стать пленником собственных ошибок мышления и быть настолько объективным и беспристрастным, насколько это возможно. На протяжении интервью ведущий задает гостю провокационные и неудобные вопросы. Иногда гость уходит от ответа, иногда перекладывает ответственность, иногда признает собственные ошибки. Причем он признает их настолько часто, что кажется, будто это вызвано желанием снизить высокий градус напряжения. Гость, обладая меньшим количеством информации о ходе интервью, стремился быть искренним, но так, как мог. Ситуация, которая произошла с гостем на интервью, может стать для нас хорошим стимулом обзавестись надежными аргументами при формировании крепких убеждений, особенно если нам нужно участвовать в каких-нибудь, не знаю, дебатах или транслировать свое мнение публично. Важно помнить, что когда медийная персона транслирует ту или иную точку зрения, она берет на себя ответственность, потому что зрители могут невольно перенять мнение своего кумира. Стоит уделять внимание не только тому, что содержит слова и убеждения популярных личностей, наши собственные. В интервью мы увидели, как в аргументации обе стороны могут невольно использовать логические ошибки и когнитивные искажения. Сложно следить за чистотой и последовательностью своих рассуждений непосредственно в диалоге, особенно если замешаны эмоции. Дудь провел более 150 интервью и без сомнения овладел навыком последовательной аргументации. Логические ошибки и когнитивные искажения это нормально, не пугайтесь. Они вызваны особенностями функционирования нашего мозга. Полностью контролировать себя и избавиться от них не так-то просто, но важно постоянно проверять себя и следить за тем, почему у вас сформировалась та или иная позиция. Важно уметь выцеплять логические ошибки и когнитивные искажения не только в чужое, но и в своей аргументации. И самое главное быть внимательным к тому, что транслируют лидеры мнения, авторитеты и другие публичные личности с экранов. И абсолютно не важно, какой позиции они придерживаются. Важно обзавестись критическим, а не эмоциональным мышлением. В этом видео я постарался обратить внимание на самые показательные примеры из этого интервью. Если вы заметили другие когнитивные искажения или логические ошибки из анализируемого интервью или даже моего разбора, вы можете об этом написать в комментариях. Наблюдение это хорошая практика для объективного и беспристрастного мышления. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. И увидимся в следующем видео. А тему этого видео вы можете предложить сами, написав об этом в комментариях. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok